Здравствуйте всем! Алматинский экономический колледж. Специальность учет и аудит. Дисциплина. Визитская культура. Тема урока. Футбол. Преподаватель Виллахунов Даньяр. Цель урока. Футбол. История футбола. Правила игры. Футбольные упражнения для развития скорости ног. Тактика. Соревнования. Футбол. Командный вид спорта. В котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела. Кроме рук. Больше количества раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире. Футбол. История футбола. Когда англичане придумали футбол, они сразу стали популяризовать его во всех странах. Включая Россию. В то время в чемпионате участвовало много английских команд. О футболе в России впервые было сказано в книге одного из докторов игры с мячом на воздухе. Правила игры. Защитники располагаются в основном на своей половине поля. Их задача противодействовать нападающим игрокам противоположной команды. Полузащитники действуют в середине поля. Их роль помогает защитникам или нападающим в зависимости от игровой ситуации. Нападающие располагаются преимущественно на половине поля соперника. Основная задача забивать голы. Цель игры. Забить мяч в ворота противника. Сделать это как можно большее количество раз. И постараться не допустить гола в свои ворота. Матч выигрывает команда, забившая большее количество голов. В случае, если в течение двух таймов команда забили одинаковое количество голов, то или фиксируется ничья, или победитель выявляется согласно установленному регламенту матча, в этом случае может быть назначено дополнительное время. Еще два тайма по 15 минут каждый. Как правило, между основным и дополнительным временем матча командам предоставляется перерыв. Разминка ее значений. Футбольное упражнение для развития скорости ног. Первое упражнение – самый обычный бег, но только нужно наступать между фишками. Второе – то же самое, но только бежите боком. Третье – прыжки с двух ног. Четвертое – также прыжки, но только ноги раз в сторону, раз вместе. Упражнение, которое делаете, когда разминаетесь, но только чуть посложнее, потому что нужно наступать на каждый шаг между фишками. В последующем я буду вам показывать упражнение на одну сторону, но выполнять его надо на две. Шестое – разножка. Сначала наступаете между фишками только один раз, затем каждой ногой по разу. Седьмое – встаньте между фишками и начинайте так бежать, чтобы у вас две ноги постоянно были между двумя фишками. Восьмое – одна нога работает вперед, а другая боком переступает через фишки. Девятое – обе ноги должны поочередно оказываться между двух фишек, работая при этом вперед-назад. Девятое – обычный бег, но только между каждой фишкой нужно наступать два раза. Тактика. Поскольку футбол – игра командная, на первое место выдвигается взаимопонимание игроков, умение ввести грамотные совместные действия. Важное значение при этом имеет тактическое построение игроков. Самой распространенной тактической схемой в современном футболе является игра с четырьмя защитниками, четырьмя полузащитниками и двумя нападающими. Схемы существует великое множество, однако само понятие схемы, так и понятие амплуа игроков достаточно относительно. В зависимости от квалификации игроков, их обязанности на поле могут значительно выходить на рамки амплуа. Так часто по замыслу тренера полузащитники, в особенности крайние, а иногда и даже центральные защитники, выполняют роль нападающих. В связи с развитием теории футбола и универсализации игроков стали анахронизмом некоторые широко известные прежде чем схемы. Например, бразильская атакующая схема W или система обороны со свободным защитником и многие футбольные термины inside, libero и тому подобное. В современном футболе существуют три основные линии, на которых в зависимости от того, какую стратегию на матч выбирает тренер, находятся игроки. В линии защиты, центральной линии и линии атаки. Рассмотрим базовые расстановки игроков по этим линиям. Расстановка по схеме 4-4-2. Например, четыре игрока в линии защиты, четыре игрока в центральной линии и два игрока в атакующей линии. Очень популярной в нынешнее время является расстановка игроков 4-5-1, где четыре игрока в линии защиты, пять игроков сакцентировано в средней линии и всего один игрок в атакующей линии. Расстановка 4-3-3 представлена вашему вниманию. В этом случае также четыре игрока в линии защиты, три игрока в центральной линии и три игрока в линии атаки. Расстановка 3-4-3 также имеет место в современном футболе. В этой формации три игрока в линии защиты, четыре игрока в средней линии и три игрока в линии атаки. Расстановка 3-5-2 еще одна из используемых тренерами, где 3 игрока в линии защиты, 5 игроков в средней линии и 2 игрока в линии атаки. Итак, мы с вами рассмотрели основные расстановки в футболе на сегодняшний день. Это 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3, 3-4-3 и 3-5. Соревнования. Наиболее известным соревнованием являются проводимые FIFA, национальных сборных, чемпионат мира, олимпийские игры, клубные, это клубный чемпионат мира FIFA, проводимые UEFA, национальных сборных, это чемпионат Европы.